Свыше 17 тысяч очередников получили квартиры за последние 4 года через казахстанскую ипотечную компанию. Жилье арендное с последующим правом выкупа. Однако прецедентов на его получение с каждым годом не становится меньше. Асхат Ниязов подсчитал, сколько лет можно простоять в очереди за арендным жильем. В семье Калмыхановых за территорию дерутся разве что игрушки. Учитель казахского языка в детском саду Самал 10 лет стояла в очереди на жилье. И вот под Новый год случилось долгожданное новоселье. За время ожидания жилья я родила троих детей. И как бы сейчас мои дети очень рады. 56 квадратов метров, двухкомнатная квартира. Как бы это в Астане, как бы это огромное достижение мы считаем. С 2017 года в рамках программы Нурлыжер государство будет строить арендное жилье без права выкупа для тех, кто не может приобрести себе собственную квартиру. Выделенных средств хватит на возведение трех тысяч квартир в год. С 2019 финансирование увеличат до четырех тысяч. Однако по официальным данным сегодня в очереди 300 тысяч человек. Не сложно подсчитать, что ждать, когда все получат крышу над головой, около ста лет. Даже при нынешних темпах строительства жилья этого недостаточно. И государству нужно увеличивать объем финансирования. А также возможно вводить другие механизмы финансирования. То есть финансировать не только строительство жилья, но и компенсировать получение ипотечного кредитования. А также платить частным арендодателям. И с каждым годом количество желающих получить квартиру с помощью государства уменьшаться вряд ли будет. Миграция, прирост населения и так далее. Эксперты рекомендуют государству сделать уклон на какую-то одну программу, однако разработать еще несколько механизмов финансирования. Некоторые акиматы сейчас начали вводить такой механизм, как выдача специальных сертификатов для бюджетников на первоначальный взнос. В конце концов работа над платежеспособностью. Население тоже может исправить ситуацию. В общем механизмов много и над всеми ними надо подумать. Асхат Ниязов, Ерзат Зайдхан, Хабар 24, Астана.